25 июня сортовали выборы по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Голосование будет продолжаться неделю. Это впервые в истории страны. Основной день голосования 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены первые результаты. Процесс голосования полностью организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. При входе на избирательный участок установлены антисептики для рук и коврик для дезинфекции обуви. Проводится термометрия и выдаются ручки, маски и перчатки. В зоне выдачи бюллетеней нанесена разметка для соблюдения дистанции. С 25 июня по 30 июня включительно начинается так называемый период голосования до дня голосования. Досрочное голосование в течение 6 дней. Конечно, это новшество. В этот период предусмотрена возможность голосовать вне участка. В течение этого периода члены участково-избирательной комиссии будут работать в помещении избирательного участка, а также во дворах, парках и возле домов. В народ члены комиссии будут выходить с опечатанными переносными ящиками. По возвращению на участок бюллетени каждый раз будут убирать в специальные сейф-пакеты и хранить до 1 июля. Новшества придумали для того, чтобы снизить поток участников в день голосования и меминизировать риски эпидемии. Также россияне смогут проголосовать у себя дома. Причем не только пожилые и маломобильные граждане, но и те люди, которые хотят принять участие в голосовании. Для большей безопасности никто из членов комиссии и наблюдателей в саму квартиру входить не будет.